Друзья, я колю дрова ножом. Смотрите. Хоп! Хоп! Видели хоть раз такой нож? Я нет. Я не могу остаться давить. Насквозь. Круто. Здорово, народ. Добро пожаловать на канал Миклухова МакФлай. В моих руках нож Кампа. Это гражданская версия боевого ножа 6х9. Тома самого, который входит в комплект ратник и стоит на вооружении российской армии. Собственно, сегодня наша с вами задача посмотреть на него. Сделать, так сказать, обзор. Ну и самое главное протестировать, посмотреть на что же этот малыш способен. Давайте начинать. Да, друзья, малыш. Я его назвал для красного словца, что называется. На самом деле нож большой, нож тяжелый, нож серьезный. И сегодня предлагаю провести серьезное испытание. Повтыкать его. Может быть, даже порезать. Хотя, сразу хочу сказать, в самом начале ролика, друзья, что он не предназначен для того, чтобы им что-то резать. Он, конечно, может это делать, но в основном это штык-нож. Это военная история и, собственно, это гражданская версия. Чем она отличается от военной? Тем, что у военного ножа есть развитая гарда и возможность при помощи этой гарды быть примкнутым, собственно, к автомату Калашникова. На этом же ножике гарды, как вы видите, нет. И, соответственно, это уже не холодное оружие. Причем сразу хочу сказать, что выпускает этот нож предприятие Кампа. Собственно, это та самая оборонка, которая делает ножи для военной отрасли. Вот, самое главное, друзья, чуть не забыл самое главное. Я показывал нож ребятам на работе. Они сказали, о, здесь есть кровосток, здесь есть кровосток, а это железобетонно-холодное оружие. Ну, я думаю, друзья, те, кто понимает немножко о холодном оружии и в ножах, понимают, что это никакой не кровосток. Давайте, наверное, начнем с ножен. Вот такой вот вид они имеют. Кстати говоря, можно заказать нож с такими ножнами. Можно с кожаными. С кожаными, на мой взгляд, выглядит гораздо хуже. Вот, соответственно, раскрепление здесь вынимается и выглядит таким вот образом. Посмотрим, что у нас здесь. Пластик, здесь кусачки. Перекусывать проволочные заграждения тоже сегодня обязательно потестируем. Кто помнит, на советских штык-ножах была другая немножко система. В ноже было отверстие, надо было вот так кусать проволоку. Здесь же ничего этого не нужно. Можно кусать таким вот образом. С обратной стороны у него есть, я думаю, что это какое-то алмазное напыление. И здесь можно нож подтачивать. Звук, конечно, отвратительный. Вот. А сразу хочу сказать, что вес у ножа достаточно большой. Во многом из-за того, что есть вот эта вот система. Я вчера, видите, пытался откручивать. Она прекрасно снимается. И вот эта штука тоже откручивается. Таким образом нож становится, ну, достаточно таким легким. Дальше. Сами система крепления. Ножен. Таким вот образом организована. С этой стороны получается под крепление моли. Тоже есть вот такие. Здесь есть вот это моли. То есть тут и на нож можно что-то, на сам нож что-то прикрепить. Каким образом крепится? Можно прям застежку моли заводить. Застегивать и вот так вот носить. Если носим на ремне, то есть вот такая вот штука. Вот. Это для того, чтобы, ну, кто носит нож на ремне, тот понимает, о чем речь. Зачастую, чтобы нацепить нож на ремень, нужно снять ремень, нужно завести нож. Потом так же сложно снимать. Здесь сейчас покажу, как это сделано. Вот смотрите, друзья. Вот так это отстегивается. Заводится за ремень. И, собственно, застегивается все. Он у вас теперь здесь. Есть вот такая вот шлейка для того, чтобы крепить на бедро. В целом, вот так вот все это выглядит. Можно даже скрытое ношение. Если у вас длинный пуховик, то можно вот так носить нож. Вот так это все выглядит. Раз. Постегнули. Достали. Положили. Если нужно снять нож, то, соответственно, расстегиваем здесь. И легким движением руки снимаем. То есть, друзья, таким вот образом фиксируется на ремне. Раз. И застегивается. Если надо снять с ремня, мы снимаем и вытаскиваем ремень. Такие вот военные технологии. В комплекте, кстати говоря, друзья, в комплекте шел темляк. Но я его уже потерял. Ну, представьте, что здесь еще есть темляк. Да. Кстати говоря, с темляком получается совсем хорошо. Потому что темляк всовываете. Проводите через руку. И у вас как бы рука защищена. Собственно, в этом случае зачем вам гарда хочется спросить. Вот такая вот история, друзья. Что еще здесь можно рассказать. Когда, кстати говоря, да. Когда нож здесь у нас на ремне и закреплен за ногу. Двигаться достаточно удобно. Он вообще не мешает никаким движениям. То есть, спокойно поворачиваться можно. Какой у меня живот большой. Сейчас втяну. Вот. То есть, двигаться. Блин, не втягивается. Двигаться можно спокойно. Видите. Раз. Можно даже прыгать. Можно танцевать. Кан-кан. Где вы еще, друзья, такое видели? Чтобы в обзоре на нож обзорщик танцевал кан-кан. Такая вот история. Я предлагаю все-таки переходить уже к тестам. Основное количество тестов сегодня у меня будет на пробитие. Естественно, порежу. Ну, попробуем. Этот тест попросил меня провести коллега по работе. Журналист, кстати говоря. Говорит, пробей книгу. Пробуем. Сколько пробьет нож кампа. Страниц. Гражданская версия. Боевого ножа. Насквозь, нет? Насквозь. Смотрите, друзья. Реально. Сколько. Ой-ой-ой. Сколько книжки страниц. Сейчас скажу. Он простит меня. 450 страниц. 450 страниц. Агата Кристи, друзья. Нож кампа. Пробивает. Еще разок. Класс. Тут еще мощнее. Сейчас на люди, которые любят литературу, дружно отписались от моего канала. Вот так вот, друзья. Насквозь пробивает. Книгу пробивает. Мощнейшее входное отверстие. На самом деле, здесь нужно смотреть, друзья, как, собственно, сделан, видите, мысок. Здесь как бы фальшлезвие идет. Тут оно сужается. А ближе к концу оно, наоборот, расширяется. Видите? Здесь ромб. И если говорить о профиле ножа, то фактически это копье, друзья. Копье. Как это? С кровостоками. Сейчас чувствую себя героем. Программа, знаете, между молотом и наковальней. Смотрите. Входит в деревьях он с метра на три. Такая вот история. Копье работает. Работает и никаких повреждений совершенно. Надо что-то посерьезнее, чем книжка-деревяшка. Попробуем вот такую вот штуку. Баллончик с краской. Он пустой. Легко и просто. Видали, какая дыра? Смотрите. Дыры просто. Слушайте, он прям как в масло, реально. Очень просто. У него пробивающая способность. Великолепная. Если не сказать потрясающая. Короче, друзья. Если вам нужно пробить много отверстий в баллончике с краской, то этот нож просто незаменим. Не знаю, мне кажется, консервы ему открывать просто одно удовольствие. Да? Будет очень и очень. Слушайте, на это прям кайф какой-то отвечает. Я не могу остановиться. Дно пробьет. Да. Очень круто. Подложим тестировать, пробивать банки с краской. Это, конечно, круто. Но должна же быть какая-то практическая польза от этого ножа. Потому что если мы его берем в поход, ну, попробиваем мы банки с краской. Надо же попробовать построгать. Вот. Я думаю... Нож очень толстый. Проще вот так. Во! Вот это его работа. Смотрите, друзья. Пробовал строгать. Ну, классически. Как делаешь обычным ножом, да? Ну, получается. Но из-за того, что он реально толстый, и скос не тот. Ничего хорошего. А вот как топором... Охренеть! Слушайте, он... Он это делает лучше моего топора. И потом... Раз. И вот у вас есть уже щипа. Ух, при такой мощи... Мне кажется, он может дерево перерубить. Может, попробовать. Давайте поближе покажу. Смотрите, с ножом ничего. Ну, кроме того, что он... Немного белого цвета от банки. И смотрите, как он выгрыз. Деревях в деревях, кстати говоря. Она гнилая с этой стороны, но... В любом случае, это 3 сантиметра. Копьё-топор. Во! И можно дрова рубить, короче. И можно рубить дрова. Кстати, по поводу рубки дров. Оп. Давайте попробуем. Реально порубить им что-нибудь. Видали? Смотрите, я могу колоть. Друзья, я колю дрова ножом. Смотрите. Хоп. Хоп. Видели хоть раз такой ножик? Я нет. Блин. Честно, друзья, вот... У меня сейчас просто неподдельный детский восторг. Потому что я такого не ожидал. Я думаю, ну, поковыряю деревяшку, да? Ну, не знаю, там... Пробью консервную банку. Ну, чтобы так. Чтобы он реально рубил дрова. Смотрите, ещё. Всё, друзья. Зачем вам топор, когда есть такой нож? Он, кстати, ещё может работать как нож. Мы это проверим. Вот это да! Так. Что с ним стало? Ничего с ним не стало вообще. Он чуть посветлел. Что-то мы увлеклись тестированием самого ножа и совсем забыли о кусачках, которые входят в комплект. Вот так вот они выглядят. Давайте поближе покажу. То есть они крепятся на трёх болтах. Напомню, снять можно. Вот так они кусают. Нашёл проволоку. Сколько она? Ну, миллиметра три, наверное. Можно и больше. Тут миллиметров пять-шесть спокойно входит. И абсолютно не напрягаясь. Совершенно не испытывая трудностей. Раз. Оп. Работают. И знаете, что подумал? С одной стороны, да, зачем мне кусачки? Да, я же не собираюсь там пролезать через колючую проволоку. Но с другой стороны, я живу в селе. Хороший инструмент, хорошие кусачки всегда могут пригодиться, допустим, делать армопояс. Делать всё, да, и постоянно требуется кусать. Я думаю, что вот это будет намного надёжнее, намного серьёзнее и эффективнее, чем какие-нибудь бокорезы, я не знаю. Короче, друзья, если тестировать нож, то тестировать серьёзно. Я приехал на скупку металлолома, поговорил с ребятами, мне разрешили попробивать тут что-нибудь. Собственно, давайте попробуем. В реальных условиях, что у нас есть сегодня? Есть вот такой... Что это? Поливальник. Делаем ставки, пробьёт или нет. Покажу поближе. Поливальник советский, мощный. Спокойно. Это, кстати, оцинковка, друзья. Это оцинкованный поливальник. И вот так, даже на весу, без упора. Раковина, друзья. Почти новая, смотрите. Раковина сложнее, чем поливальник идёт. Но идёт. Показываю. Ответены. И нормально так заходит. Кстати, с остриём пока ничего. Этим можно заниматься бесконечно. Я здесь пробью сейчас всё. Нашёл дверь от холодильника. Почему бы не попробовать не сделать в ней несколько дырок? Насквозь. Подождите, я насквозь пробью. Проходит. Почему не пробиваю насквозь? Ай-яй-яй. Прям бабочку. Вот такая вот история, друзья. Нож входит в холодильник. Ну, почти насквозь, смотрите. Вот есть, видите, пипочка. Сейчас покажу. Вот тут есть заусенец. Вот тут острёё ножа. Насквозь. Круто. Мне кажется, да. Так, ну и ещё один тест на пробитие. Опять же, коллега по работе попросил. Не могу отказать. Смотрим. Легко и просто. Можно даже... Вот так это сделать. Ну и пробивает. Крутяк. Ну и надо же провести тест по продуктам. Хотя, повторюсь, это всё-таки штык. Он в основном колоть. Мы это сегодня видели. Но резать он тоже умеет. И, в принципе, делает это достаточно сносно. То есть, если где-то в походе что-то порезать, то вполне можно даже картошку попробовать почистить. Это сложно. Это сложно, но возможно. Да. Я повторюсь ещё раз. Он для этого, в принципе, не предназначен. Да. Для кухонной работы. Это всё-таки вещь, скажем так, военная. Но, как вы, наверное, видите, он и с этим справляется. Пусть, да, это не прям самый лучший рез на свете. Но, опять же, какую-то работу и можно сделать. Вот. Пока болтал, почистил картофель. Можно даже глазок вырезать. Вот глазки он хорошо вырезает. Так. Хлебушек. Хлебушек. Хлебушек тоже режет. Просто из-за толщины, из-за того, что 5 миллиметров, плюс бешеный такой угол сведения. Ну, как бы, порезать можно. А то хлебушек поем. Ещё один тест по верёвке. Смотрите. То есть, в принципе, он её режет. И рез достаточно чёткий. Видите? С другой стороны, да? Зачем резать верёвку и мучиться, если этот нож позволяет сделать вот так. Хоп. Понимаете, да? Что... Вот так вот. Резать может данный. Нож. И я уверен, что вот таких вот кусочков, да, есть, знаете, такой тест, вот как долго нож может резать верёвку. Я прям уверен, что вот этот нож может километры. Верёвки порезать, сейчас я кусочки соберу, чтобы вам показать. То есть, ну, понимаете, да, в чём, в чём как бы история. Каждый инструмент, каждый нож, он создан для своей работы. Какой-то резать, а какой-то вот рубить, и делает это очень круто. Поэтому можно приноровиться и, наверное, рубить картошку. Вот. В любом случае, друзья, он работает. И с режущей кромкой ничего не происходит. Так, ну что, друзья, будем подводить итоги. Вот такой вот нож Кампа. Напомню, это гражданская версия боевого ножа, который входит в комплект Ратник. Штука крутая. На самом деле, я сегодня, помимо того, что снял видео для вас, я ещё очень весело провёл время. Колоть, пробивать банки, пробивать вообще что угодно. Он способен, делает это круто. В какой-то момент, на самом деле, у меня даже появился азарт. Я думаю, надо сломать. Надо вот прям заморочиться и прям вот делать так, чтобы он сломался. Но с ним ничего. Вещь крайне надёжная, вещь крайне крутая. Вещь, кстати говоря, не дешёвая, друзья, чтобы вы понимали. Он не стоит 3 копейки. Естественно, в описании оставлю ссылку на производителя, на предприятие Кампа. Там это дело можно заказать себе. Для кого? Для кого этот нож? Мне кажется, для настоящих мужиков. Во-первых, те, кто служил в армии. Это прикольно, иметь такую вот классную вещь у себя. Для всяких вот, ну да, милитаристов, фетишистов, назовём их так. Кто обожает что-то военное, это будет круто. Как нож туристический? Наверное, имеет место быть, да? Надо приспособиться, потому что он всё-таки не прям супер режет. Но как какой-то вот нож в лесу вполне может быть. Единственное, да, он тяжеловат. Опять же, можно поменять, ну, убрать вот эти кусачки, да? Чуть-чуть по-другому скомпоновать. И будет лёгкий, туристический, невероятно надёжный ножик, который невозможно сломать. А делать им можно вообще что угодно. Это был Миклух Макфлайд, друзья. Вот такой вот нож Кампа у меня сегодня был на тестах. Пытался его сломать, у меня ничего не получилось. Подписывайтесь, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok